Это была эпоха великих открытий. Европейские правители посылали шпионов, чтобы завладеть ценными картами. Вся информация о новых торговых путях была строго засекречена. Кража карт каралась смертной казнью. Шла охота за золотом и пряностями, шелком и бриллиантами, дорогими товарами с другого конца света. Европейцы были одержимы сокровищами Востока. Многие пытались найти морской путь в страну пряностей. Но сделать это смог только один человек – португалец Васко Дагамо. Почему именно он победил в этой драматичной борьбе? Загадочная миссия Васко Дагамо. Фильм «Эль Кешмидс» Моря были еще мало изучены. Поэтому морское путешествие было делом опасным. Смельчаки, рискнувшие отправиться в экспедицию, часто погибали. Многие нашли свою смерть, пытаясь переплыть неизвестные океаны. Венеция – достопочтенный город-государство на Адриатике. Здесь был перекресток международных торговых путей. Грандиозные дворцы и соборы говорили о богатстве и власти. До сих пор венецианцы с гордостью вспоминают золотой век своего города, когда-то бывшего крупным торговым центром. В XIII веке венецианский купец Марко Поло отправился в опасное путешествие на таинственный далекий Восток. Его записки пробудили в европейцах интерес к сказочным богатствам Востока. Поло поведал о загадочных островах, где много золота и пряностей. Это была Индия, которую он называл «раем на земле». Венеция, союзник арабов и Гены, тоже имела монополию на торговлю с Азией. Это приносило огромную прибыль. Восточные специи продавали в Европе в 80 раз дороже. Дорога на Восток была полна неожиданных опасностей и препятствий. Пекин и Шанхай, расположенные на востоке Китая, вел шелковый путь. Купцам приходилось преодолевать непроходимые горные перевалы и бескрайние пустыни. Частое нападение на караваны превращали торговлю в настоящее приключение. Но был еще один маршрут, неизвестный европейцам – морской путь через Индийский океан. Его знали только капитаны арабских торговых судов. Соперники, Португалия и Испания, хотели во что бы то ни стало узнать, где проходит этот путь. Один мореплаватель думал, что знает, где лежит путь в Индию. По поручению испанцев он поплыл на запад. Колумб. 12 октября 1492 года он открыл землю, которую считал Индией. Он был уверен, что это и есть та полная сокровищ страна, о которой писал Марко Поло. Он думал, что смог доказать, что прямой путь в Индию ведет через Атлантический океан, и плыть нужно на запад. Он был счастлив и думал, что достиг того, о чем мечтал. Король Португалии был обеспокоен. Он отказал Колумбу, когда тот пришел к нему со своим рискованным планом. Теперь же Колумб отомстил за унижение. Перед тем, как сообщить новость испанцам, он известил о своем открытии короля Португалии. Что это, провокация? Или же Колумб был прав? Советники короля были уверены, чтобы попасть по морю в страны, богатые пряностями, нужно обогнуть Африку. Историк профессор Ромеро Магальяеш. Колумб хотел попасть в Индию с запада. В Средиземноморье многие думали, что это и есть единственный правильный путь. Но португальский король знал, что это не так. Португальцы были уверены, что в Индию нельзя попасть в запад. Во всяком случае, это было очень непросто. Но кто мог справиться с этой задачей? Кто стал великим соперником Колумба? Человек, который до сих пор держался в тени. Васка да Гама. В конце лета 1496 года ему передали поручение короля. Вскоре после этого он прибыл к королю. Перед ним была поставлена очень трудная задача. Справится ли он? Сможет ли выдержать все трудности во время экспедиции? Удастся ли ему говорить свою команду? Ведь многие матросы ушли от него. Он искал совета у Бога и своего старшего брата Паулу, которого он уговаривал стать капитаном корабля. Но тот отказался, хотя и отправился вместе с братом. Вся ответственность лежала на Васка да Гаме. Васка не терял времени и неустанно готовился к самой великой миссии своей жизни. Его считали смелым и целеустремленным, но в то же время жестоким и неуравновешенным. Но Васка да Гама был человеком, который мог справиться с любой задачей. Он провел свое детство в Синише, маленьком портовом городке южнее Лиссабона. Его отец был бургомистром. Васка да Гама вырос вместе с детьми рыбаков и матросов. Он очень рано услышал удивительные рассказы моряков, которые возвращались домой из дальних стран на кораблях, груженных золотом и рабами. Уже в те времена португальские капитаны огибали мы из Божадор на западном побережье Африки и шли дальше на юг, чтобы найти путь в Индию. В 1487 году Васка был уже молодым человеком. В это время король Португалии отправил своего тайного агента по имени Ковильяо в опасное путешествие. Его задачей было по суше и по морю добраться до Индии, оставаясь неузнанным. Путь шпиона пролегал через Каир, где он выдавал себя за купца-мусульманина. Агенту короля постоянно угрожала опасность разоблачения, но он знакомился с арабскими купцами, чтобы незаметно получить от них сведения о торговле с Индией. Он общался с людьми разного происхождения, торговцами с берегов Персидского залива, жителями неизвестных оазисов Аравийского полуострова и теми, кто торговал на невольничьих рынках в Африке. Через три месяца пребывания в столице Египта ему наконец-то удалось присоединиться к каравану. Путь каравана лежал через Синай, в Тор, на Красном море и оттуда в Йеменский Аден. Эта страна была для него еще более чужой, чем Египет. До этого европейцы не рисковали сюда приезжать. Несмотря на свою арабскую одежду, Ковильяо постоянно был в опасности. Вот они, сокровища Востока, которые он искал. Здесь был перевалочный пункт, куда привозили специи, о которых так мечтали в Европе. Ковильяо сел на лодку Дау, чтобы по морю попасть из Адена на западное побережье Индии и узнать там тайну арабских моряков. Это путешествие было для шпиона из Лиссабона очень рискованным. До этого ни один португалец не решался пойти на такое. И было неизвестно, выживет ли он. Из Адена Ковильяо попал на юго-западное побережье Индии в Каликут. Спустя 10 лет этот город станет целью экспедиции Васкодагамы. Васкодагамы шел по следам португальского шпиона и с самого начала знал цель своей экспедиции. Лиссабон. Здесь почти ничего не осталось со времен Васкодагамы. Но в библиотеке Академии наук до сих пор хранится одна из самых ценных книг Португалии «Ливру Дас Армадес», написанная в 16 веке. Это рассказ о мореплаваниях португальцев. На первой странице изображена флотилия Васкодагамы. Она состояла из четырех кораблей. Это были Сан Рафаэль, капитаном которого был брат Васко Паулу, Дэрю под командованием Николао Коего, транспортный корабль, который сожгли на обратном пути, и флагманский корабль Сан Габриэль, капитаном которого был Васкодагам. Как такие хрупкие на вид корабли могли выдержать долгое и опасное плавание? Уже несколько поколений португальцев строили отличные морские корабли. Они были компактными, что облегчало манёвренность на мелководье и улучшало стабильность. Среди пушек, балласта, тросов и парусов было мало места для членов команды. Морское путешествие в те времена было настоящим кошмаром. Последняя ночь перед отплытием. Дороги назад не было. Среди членов команды были и опасные преступники, которым даровали свободу, чтобы они защищали корабли в дальних странах. Васкодагамо собрал вокруг себя самых талантливых моряков своего времени. Многие из них хорошо зарекомендовали себя во время других экспедиций. Но они не знали, что ждёт их на этот раз. Некоторые боялись, что больше никогда не увидят свою родину. Но моряков прельщали богатство и слава, и они решили отправиться в это рискованное плавание. Плавание Колумба по Атлантическому океану длилось 52 дня. Васкодагамо пробудет в море гораздо дольше. Нужны были большие запасы провианта. На транспортном корабле были запасы продовольствия на три года. Сухари, масло, зерно, вода и вино. На каждого члена команды полагалось по литру вина в день. Васкодагамо был целеустремлённым перфекционистом. Как он смог спланировать путешествие в неизвестность? 8 июля 1497 года четыре каравеллы вышли в море из Лиссабона. Началось самое великое плавание в истории португальского флота. Теперь всё зависело от того, удастся ли капитанам поддерживать на борту дисциплину. Это было самое долгое плавание в истории. Моря тогда были почти не изучены. Было неизвестно, чем закончится плавание этой маленькой флотилии. Португалия была центром совершенно нового искусства – картографии. Всю информацию, которую моряки привозили из плаваний, анализировали, сравнивали и переносили на карты. Картографы давали клятву о неразглашении. Но нелегальная торговля ценными тайнами приносила хорошие деньги. Похитители карт шли на любые уловки. Таким образом, сокровища португальских картографов оказались и в Германии. Мартин Бехайм, путешественник и космограф из Нюрнберга, привёз на родину знания, которые он получил во время плаваний на португальских судах. По заказу богатых купцов он сделал первый в мире глобус, который стал известен как «Глобус Бехайма». Он отображает мир таким, каким его видели в 1492 году, незадолго до открытия Колумба в Америке. Некоторые учёные даже предполагают, что перед экспедицией Бехайм передал Колумбу важные сведения. Доказательств того, что у Колумба были близкие отношения с женой Бехайма нет. Благодаря своему глобусу Мартин Бехайм до сегодняшнего дня считается ключевой фигурой в истории мировых открытий. Историк-профессор Ульрих Кнефелькамп. Бехайм – особый человек. Он был посредником между двумя мирами – Центральной Европой и Иберийским полуостровом. В Лиссабоне, где он жил, он имел доступ к информации и к оригиналам карт, которые послужили основой для создания его глобуса. Если посмотреть на глобус Бехайма, становится ясно, почему ошибся Колумб. Азия занимает такую большую территорию, что путь, который ведёт через Канары в Японию, выглядит слишком коротким. А вот португальские картографы были правы. Они рассчитали, что территория Азии гораздо меньше, следовательно, путь туда гораздо длиннее. Поэтому они искали пряности на востоке. На кораблях находилось 150 человек. Среди них были навигаторы и матросы, солдаты и мастера, делающие паруса, плотники, жестянщики, повара и каютные. Пока в трюмах достаточно запасов. Но свежего мяса хватит ненадолго. В течение нескольких месяцев свежей пищей для моряков будет только рыба. Историк описал экспедицию до мельчайших деталей. Его записки сохранились до сих пор. Они, как настоящее сокровище, хранятся в Порту, втором по величине городе Португалии, давшем стране её название. Уникальный документ, рассказывающий об экспедиции Васко-да-Гамы, на протяжении нескольких веков считался утерянным. Его обнаружили только в 19 веке среди старинных манускриптов в монастырской библиотеке. Неизвестно, кто и почему заказу написал эти записки. Это реальное описание событий. Автор пишет об огромных трудностях, с которыми столкнулись капитан и его команда во время экспедиции. Это не литературный роман, а скорее дневник, в котором подробно рассказывается о жизни моряков. Так кто же написал эту хронику и с какой целью? Насколько она соответствует действительности? О чём умолчал автор? Это было время большого противостояния Португалии и Испании. Борьба за богатство Азии была в самом разгаре. Многое оставалось тайной. В Аскодагаме нужно было принять трудные решения. Использовать ветер и течение, и, сделав большой крюк, плыть на запад, как советовал его Шкипер, или выбрать уже известный маршрут вдоль побережья Африки. Группа учёных Института метеорологии при Берлинском свободном университете создала трёхмерное изображение глобальных погодных условий. Метеоролог Томас Дюмель. С помощью нашей программы «Визуализация погодных условий» и ландшафта ТРД-3 мы постарались проследить путь, который Васкодагама проделал по морю из Португалии в Индию. Дополнительно мы ввели показатели силы ветра, который в те времена мог быть там, где проходила экспедиция. Я включаю анимацию, и мы прекрасно видим, что северо-восточный посад дал морякам возможность легко миновать Канарские острова и дойти до Кабо-Верде. На этом отрезке пути не было никаких проблем. Но потом морякам пришлось принимать решение. Самым близким путём с островов Кабо-Верде до мыса Доброй Надежды был путь вдоль западного побережья Африки на юг. Но здесь отчётливо видно, что морякам бы помешало встречное течение, юго-восточный посад. Корабли того времени его бы точно не выдержали. Вместо этого Васко де Гамма нашёл выход. Он сделал большой крюк в сторону Южной Америки и таким образом избежал встречи с южно-восточным посадом. Флотилия уже прошла экватор. Полярную звезду уже не было видно. Широту определяли с помощью астролябии. Прибор был устроен так. Луч Солнца проходил через противоположные отверстия, и на шкале можно было прочесть градус широты. Для определения долготы тогда ещё не было точного метода. Разве нельзя предположить, что во время одного из плаваний в западной части Атлантического океана португальцы задолго до Колумба открыли побережье Южной Америки? Профессор Книфелькам, я исхожу из того, что Бразилия была открыта между 1488 и 1497 годами. Я считаю, что именно в это время португальцы организовали экспедицию для того, чтобы найти в Индии пряности. Эти корабли вернулись на родину. Это значит, что португальцы открыли Бразилию, но не сочли это важным открытием, и в 1497 году отправили вас к дегаму, чтобы найти правильный путь и привезти пряности из Индии. Совершенно ясно, что мы имеем дело с португальской тайной дипломатией. Португальцы умолчали о своем открытии, чтобы кастильцы не отобрали у них эту землю. Доказательство этой теории есть в договоре от 1494 года. Там говорится, что западная часть мира принадлежит Испании, а восточная — Португалии. Португальцы требовали больше сдвинуть границу на запад, чтобы им принадлежала большая часть Бразилии, страны, которая тогда еще не была открыта. Они плыли почти три месяца, не видя берега и не зная, когда, наконец, достигнут побережье Африи. Команда устала, воды оставалось совсем мало, запас свежих продуктов кончился. Казалось, что экспедицию ждет провал. Наконец, 4 ноября 1497 года на горизонте показалась земля. Они дошли до западного побережья Африки. Историк писал, «Через день после того, как мы бросили якорь, мы с капитаном сошли на берег и увидели туземца. Мы взяли нашего пленника на борт флагманского корабля. Капитан посадил его за стол, и он ел то же, что и мы». На следующий день капитан распорядился красиво его одеть и отпустил на берег. В Аскадагама показала Боригену разные товары, чтобы узнать, есть ли они на его земле. Это были корица и гвоздика, драгоценные камни и золото и кое-что еще. Но туземцу они ни о чем не говорили. Казалось, он никогда их раньше не видел. Спустя восемь дней корабли вышли в море и взяли курс на южную оконечность Африки — мыс Бурь, который португальский король переименовал в мыс Доброй Надежды. 18 ноября 1497 года он показался на горизонте. Это было тяжелое испытание для моряков. Команде целыми днями приходилось бороться со штормом. Здесь, на мысе Доброй Надежды, опять возникла критическая ситуация. Здесь всегда дыл сильный ветер. Это был или встречный ветер, как мы видим на этой огромной области высокого давления, или сильные западные ветра. Это могло привести к гибели корабля. В Аскадагаме нужно было выждать хорошую погоду и потом, используя течение, обогнуть мыс Доброй Надежды. Чтобы обогнуть мыс, Команде понадобилась неделя. За 10 лет до этого португалец Барталнео Деж, предшественник и конкурент В Аскадагамы, первым обогнул мыс. До этого думали, что Африка соединена с Азией-перешейком, и поэтому морского пути в Индию нет. В Аскадагама даже нанял шкипь Родиаша. Немного позже корабли пристали к пристани в Моссельбей. Всегда, когда португальцы сходили на берег, они ставили крест. Это помогало другим морякам лучше ориентироваться и одновременно демонстрировало их претензии на господство. Они занимали чужие земли над именем Господа Бога. В среду мы поставили в этой бухте крест. Мы сделали его из фок-мачты, и он был очень высоким. На следующий день, когда мы собирались отплывать, мы увидели примерно 10-12 туземцев, которые опрокинули крест. Историк мореплавания профессор Эустазио Досрейс. Честь открытия пути в Индию принадлежит, разумеется, Васко де Гаме. Но был и другой первооткрыватель, который до Васко открыл путь вокруг самой южной точки Африки. Это был Бартоломео Диэш. И было это на 10 лет раньше. Он подготовил путь для Васко де Гаме. Конечно, доплыть до Индии было особым достижением, но Васко де Гаме воспользовался тем, что уже открыл Бартоломео Диэш. После отплытия из Лиссабона прошло 7 месяцев. Это были 7 месяцев лишений и издевательств. На корабле будет бунт. Ведь именно из-за бунта, устроенного матросами, экспедиция Бартоломео Диэша закончилась ничем. Если бы он не открыл путь в Индию, Колумб никогда бы не отправился в свою экспедицию, и мировая история пошла бы совсем по-другому руслу. Они плывут по океану, по которому не плавал еще ни один европейский корабль. Пока они не встречали арабских кораблей, потому что путь на запад был для арабских мореплавателей закрыт. Им казалось, что Мадагаскарский пролив находится на конце света. Одной из основных проблем этих экспедиций была их большая продолжительность. Нужно было иметь на борту большой запас провианта, вяленого мяса и рыбы и корабельные сухари, которые по-португальски называются бискоито. Проблема была в том, что в этих продуктах не было витамина С, а это могло приводить к цинге. Из записок историка о возвращении в Аскадыгам и на родину видно, что большинство моряков умирали именно от цинге. Многие моряки заболевали. У них распухали руки и ноги, воспалялись дёсны, и они больше не могли есть. Раны дезинфицировали собственной мочой. Институт патологии Берлинского университета имени Гумбольта. В чём были причины этого ужасного заболевания? Отвечает доктор Эллен Фитце. В те времена цинга была основной причиной смерти мореплавателей. Это заболевание вызвано сильным недостатком витамина С в организме. Поэтому происходит изменение соединительной ткани. Начинается кровотечение слизистой прежде всего во рту. Этот препарат наглядно показывает, какими могут быть последствия этих изменений. Корни зубов оголяются, и они выпадают. Появляются сильные раны, возникают инфекционные заболевания, от которых и умирали моряки. В то время на кораблях не было врачей. В лучшем случае это были цирюльники, которые могли вырвать зуб. Когда моряк серьёзно заболевал, его судьба была только в руках Господа. У посланников Господа, которые выполняли поручения короля и должны были нести христианское послание аборигенам, на борту было много работы. Погибали не только самые слабые. Кто будет следующим? Течение у восточного побережья Африки непредсказуемо. Историк писал, что иногда, несмотря на сильный ветер, удавалось проплыть всего несколько миль в день. Очень медленно они приближались к экватору. Об этом говорили показания квадранта. Скоро можно будет ориентироваться и по звёздному небу. В побережье Мозамбика португальцы впервые встретили чужие корабли. Арабские дау. Мусульмане знали португальцев со времён крестовых походов. Когда-то арабы владели большими территориями в Португалии и Испании. Христиане и мусульмане давно враждовали между собой. Конфликты были предопределены. Но в Аскадагаме нужна была помощь мусульман. В портах на восточном побережье Африки он надеялся собрать информацию о пути в Индию. В порту стояли корабли, которые регулярно ходили в Индию. В течение многих столетий арабы плавали на дау. Наверное, именно на таком корабле легендарный Синбад приплыл к берегам Китая. Для португальцев самым необычным в конструкции дау было то, что брёвна крепились только при помощи волокна кокосовой пальмы. Как же арабам удавалось на таких утлых судёнышках добираться до далёких берегов Восточной Азии? Арабские навигаторы пользовались картами, компасами и квадрантами, которые были точнее португальских. Ещё в середине XII века появилась карта Мухаммеда Аль-Идриси. Если её перевернуть и направить на север, она показывает сначала Аравийский полуостров. На ней детально изображены гавани и реки вдоль побережья Индийского океана до Индонезийских островов. Отсюда арабы уже тогда привозили различные пряности. Португальцы знали о плаваниях арабов довольно мало. Но мы сегодня знаем, что в XV веке у арабов уже была хорошая навигаторская техника. Это означает, что западную часть Индийского океана можно было назвать «Исламским внутренним морем». Корабли арабов не были вооружены, поэтому можно говорить о том, что они чувствовали себя хозяевами в этом регионе. Тут шло активное морское сообщение между восточным побережьем Африки и Индией. Произошло нечто, что чуть было не погубило португальцев. Лоцман, которого послал султан Мамбасе, признался, что его задачей было заманить португальцев в ловушку. Когда он предложил португальцам свою помощь, Васкадагама ему не поверил и приказал его пытать. Лоцман признался, что султан Мамбасе хотел уничтожить всю флотилию. Матросы ничего не подозревали. Они были рады, что на борту наконец-то появился лоцман, который поможет им пройти вдоль побережья Африки. Но лоцман не сдержал обещания помочь христианам. Может, он был уверен, что его больше не будут пытать. Это был их последний день на восточном побережье Африки. Султан Малинди, который воевал с Мамбасой, поддержал португальцев. Он прислал им свежие продукты, воду и фрукты. Они не знали, как долго продлится их плавание. Историк писал, «Однажды во вторник, а было это 24 апреля, мы подняли якорь и взяли курс на город Каликут. На борту был лоцман, которого прислал король Малинди. Наш король знал про этот город, и мы поплыли на восток, чтобы до него добраться». Им помог юго-восточный посад, который в это время года гнал корабли в Индию. Путешествия отсюда в Индию, которую уже видно на горизонте, обычно проходят без проблем, благодаря течению, которую само несет корабль в Индию. Нельзя забывать и южно-восточный посад, от которой легко приведет каждого мореплавателя в Индию. Арабский лоцман знал этот старый торговый путь. Историк ничего не сообщает об этом отрезке пути. Наверное, все прошло без проблем. Спустя 32 дня на горизонте наконец-то появилась Индия. Они достигли своей цели. Корабли бросили якорь недалеко от маленького рыбацкого поселка севернее Каликута. Что принесет португальцам встреча с чужой культурой? Чтобы проверить обстановку для перестраховки, первым на берег посылают преступника, приговоренного к смерти. Сначала он не заметил ничего необычного. Рыбаки за работой, все так же, как в Португалии. На месте, где португальцы сошли на берег, сегодня стоит монумент, воздвигнутый в конце 19 века. Он посвящен 400-летию их прибытия в Индию. Оправдала ли экспедиция Васко-да-Гам и его надежды? Все были очень возбуждены. Историк писал, «На следующий день, это был понедельник, 28 мая, Васко-да-Гамма пошел на встречу с правителем. Он взял с собой несколько человек, в том числе и меня. Один маленький шаг для нескольких португальцев, большой шаг в истории человечества». Историк с восторгом описал все подробности. Когда капитан сошел на берег, его встретили вооруженные и безоружные люди. Они приняли нас с радостью и были очень гостеприимны. Они принесли для капитана паланкин, которых тут носят знатных особ. В минуты своего триумфа португальцы не подозревали, что их высадка на побережье Индии станет началом драматичного развития истории этой страны и через много лет обернется катастрофой. «Бургомистер Кочина-Ширисо-Хан». Это была первая встреча Востока и Запада. Сегодня это можно было бы назвать началом глобализации. Историк был восхищен приемом, который им оказали индусы. Он писал, «Они пронесли капитана через людскую толпу. Почести, воздаваемые ему, были гораздо больше тех, что воздаются в Испании самому королю». Португальцы думали, что индусы-христиане и их храмы являются их церквами. Поэтому первое, что они сделали, это пошли в церковь, чтобы поблагодарить Иисуса за счастливое прибытие в Индию. Но историк с удивлением писал, «На стенах церкви были изображены святые, но они не были похожи на наших святых. У них были большие выступающие вперед клыки. У каждого святого было по 4-5 рук». Португальцев повели к повелителю. Мы вошли через ворота в очень большой двор, с трудом протиснулись через людскую толпу и еще через четверо ворот. При этом нам приходилось расталкивать локтями окружавших нас людей. Саморин, повелитель моря, как назвал себя правитель Каликута, принял португальцев как высоких гостей. Васкодагама сказал, что он посланник короля Португалии и хочет передать Саморину послание своего короля. Но он хочет передать его только ему лично, в руки, и никому другому. Саморин согласился и принял его наедине. Осторожность Васка была вполне оправдана. В конце концов, он проник в область чужих торговых интересов, в мир индусов и мусульман. Легенда гласит, что Васкодагама произвел на Саморина большое впечатление, подарив ему зеркало из стекла, которое было гораздо лучше, чем бронзовое зеркало индийского правителя. На самом деле, этот эпизод скорее говорит о недалекости индуса и зарождающемся чувстве превосходства португальца. Саморин, пока и не подозревал, что для португальцев важны не только торговые связи, но и власть в Индийском океане. Недалеко от храма, в котором он управляет, до сих пор живет потомок Саморина, церемониальный правитель своего народа это Нонираджа. Васкодагама подарил моему предку цепь и кольцо. Цепочку я и сейчас надеваю по особым случаям, например, на день рождения. Еще было две цепочки для ног, осталась только одна на левую ногу. Я тоже иногда ее надеваю. А вот кольцо, подарок Васкодагамы, мне не подходит. Оно мне велико и все время спадает. Я надевал его только один раз. Португальцев все время сопровождала охрана. Было непонятно, индийский правителям не доверяет или старается защитить от нападений мусульман. Наверное, в глазах индусов португальцы выглядели странно. Они никогда прежде не видели людей с такими белыми лицами и в такой пестрой одиночке. и в этой одежде. Природа не очень интересовала португальцев. Они искали товары, которые могли увезти с собой на родину. Больше всего их поразила способность индусов приручать слонов и использовать их для разных работ. Через несколько лет они привезли в Европу слона, чтобы подарить его папе римскому. на склонах прибрежных гор западных Гатт, где из-за мусуана всегда было сыро, выращивали перец. Наконец-то португальцы собственными глазами увидели растение, из которого делают пряность, столь любимую в Европе. И сегодня, с февраля по март, здесь собирают урожай плодов пипернигрум, как ботаники называют это растение. Рынки Каликута, как и прежде, являются основным местом торговли пряностями в этом районе. И мусульмане до сих пор играют важную роль в торговле этим товаром. Историк-профессор Джон. Самарин, повелитель Каликута, принял Васка де Гама с распростертыми объятиями. Но богатство его страны основывалось на торговле с мусульманами, которые прочно закрепились на этом рынке несколько веков назад. Поэтому неудивительно, что прибытие европейцев в Индию обострило соперничество между мусульманами и португальцами. Васка де Гама был плохо подготовлен к встрече с местными правителями. Может, это доказывает тот факт, что он никогда не получал отчета шпиона Кавильяо о его пребывании в Индии. Остальные подарки Васка де Гаме Самарин не принял. Когда индусы увидели подарки, они только засмеялись и сказали, что такие подарки недостойны правителя. Даже самый бедный купец из Мекки подарил бы что-нибудь получше. Если он хочет сделать подарок, то из золота, потому что ничего другого правитель не примет. Арабы попросили Самарина запретить португальцам торговать. В противном случае они будут бойкотировать гавань. Но Самарин вел двойную игру. Он не хотел портить отношения ни с мусульманами, ни с португальцами. Новые деловые отношения принесли свои плоды. Самарин передал португальцу послание для его короля. «Васко-да-гама, благородный человек вашего двора, прибыл в мою страну, чему я был очень рад. Здесь много корицы, гвоздики, имбиря, перца и драгоценных камней. От твоих людей мне нужны золото, серебро, кораллы и красная ткань». Португалец был на вершине успеха. Он не только открыл рай на земле, о котором Колумб только мечтал, но и путь к сокровищам и пряностям Востока. Со временем на европейский рынок стало поступать все больше товаров с Востока. Конкуренция между купцами из разных стран ужесточалась. Огромная потребность в капитале привела к началу торговли акциями. Многие думали, что стоят на пороге золотого века. прибытие экспедиции Васко-де-Гамы на побережье Малабара было самым значительным событием, которое кардинально изменило существующую тогда действительность с точки зрения философии, географии, общественной жизни. Последствия были драматичны и со временем ситуация усугублялась, особенно если рассматривать ее с точки зрения индусов. Сам того не осознавая, Колумб открыл новый мир, обитателей которого он поработил. Васко-де-Гамы открыл морской путь в Индию, что способствовало зарождению торговых отношений с Индией как с равным партнером, но конфликты с арабами привели к торговой войне, в которой и Васко-де-Гамы проявил жестокость. В 1524 году Васко-де-Гамы в последний раз приехал в Индию. Дом, в котором он умер, стоит в центре Кочина. Васко-де-Гамы ушел из жизни на этой кровати. Он всегда мог видеть море. В комнату всегда дул легкий бриз. Тогда тут не было деревьев, отсюда было видно море. Слева была церковь, а за ней корабли. Пожалуй, самым большим наследством, которое португальцы оставили в Индии, являются христианские общины, которые здесь организовали миссионеры. Может случиться, что вы попадете на службу, которую читают по латыни. В этой церкви в декабре 1524 года был похоронен Васко-де-Гамы. Он умер от фрункулеза всего через несколько месяцев после своего назначения на пост вице-короля Индии. На его могиле скромное надгробие. Церковь Святого Франциска первая европейская церковь, которая была построена португальцами в Индии в 1503 году. Это грамота о закладке церкви, в которой правитель Кочино дал португальцам разрешение на строительство церкви. Она написана на пальмовом листе на языке Малая-Лам. Вернемся к тому времени, когда Васко-де-Гамы еще не вернулся из экспедиции. Никто не знает о его эпохальном открытии. Сможет ли во флотилии вернуться назад? 29 августа 1498 года историк записал. Мы без промедления подняли парус, вышли в море и взяли курс на Португалию. Все были рады, что нам посчастливилось сделать такое открытие. Профессор Ромеро Магальяеш. Большинство моряков погибло на обратном пути между Индией и Африкой. Этот самый тяжелый период длился три ужасных месяца, потому что пришлось плыть против Муссона. В это время года ветер веет с запада на восток. Им нужно было дождаться попутного ветра, но они не знали, какой бывает погода в этих местах и поторопились выйти в море. Это было ужасно. Многие умерли именно в это время. Когда они прибыли в Африку, им пришлось сжечь один корабль, потому что из членов команды почти никого не осталось. Спустя полтора года на родину вернулась только треть команды. Но для Португалии экспедиция окупилась с лихвой. В своем послании испанцам и папе римскому король Португалии писал, что нужно уничтожить Мавров и обеспечить жителям королевства возможность торговать с Индией, от которой выигрывают только Мавры и Венеция. Только корабли бросили якорь в Лиссабоне, как итальянские посланники и шпионы в Португалии тут же стали строчить письма своим правителям, потому что сразу поняли, какая опасность грозит их государством. Один венецианец написал, как только письмо до Гаммы пришло в Венецию, венецианцев как будто поразила молния. Самые умные из них поняли, что это самая плохая новость, какую они когда-либо слышали. Значение экспедиции Васко-де-Гаммы состоит в том, что он открыл для европейцев совершенно новый мир. Но и для других стран это событие означало новый взгляд на мир, новое мировоззрение, которое очень сильно повлияло на жизнь в Европе, в области экономики, науки и культуры. С этого момента флотилия отправлялась в Индию минимум раз в год. Португалия стремилась огнем и мечом подчинить себе страны Индийского океана. Васко-де-Гаммы плавал в Индию еще два раза. Он тоже был жестоким завоевателем. Еще при жизни Васко-де-Гаммы португальцы укрепились на всем юго-восточном пространстве. На Цейлоне, недалеко от побережья Южной Индии, в Индонезии, на полуострове Малайзия они дошли до Малукских островов и Китая. Несколько десятилетий они доминировали в одном из самых больших экономических пространств мира. Колумб, самый главный конкурент, вернулся в Испанию из своей третьей индийской экспедиции в Кандалах. Он умер в 1506 году, всеми забытый и покинутый. До последнего вздоха Колумб утверждал, что именно он открыл путь в Индию. А Васко-де-Гамма умер в сочельник 1524 года. Он был вице-королем Индии и пользовался большим уважением. Португалия почтила его подвиг, построив самый монументальный монастырь в своей истории, монастырь святого Иеронимуса в Лиссабоне. Португалия боролась за Индию с Испанией и победила. Открытие Васко-де-Гаммы за короткий срок превратило маленькую страну на краю Европы в мировую державу. Васко-де-Гамму чтят как национального героя. Его имя увековечено в самом известном произведении португальской литературы поэме «Лузиады». Прах мореплавателя обрел вечный покой в церкви монастыря святого Иеронимуса. Там, где Васко и его команда молились, вечером перед первым выходом в море, в 1502 году построили башню Тора-де-Белем, символ славной эпохи португальской истории и памятник, символизирующий тяжелое наследство. Морской путь в Индию открыл Васко-де-Гамма, а не Колумб. Это было началом новой главы в истории отношений между Востоком и Западом. Оператор Манфред Пельтс, композитор Брайан Мор Джонс, автор сценария и режиссер Эльке Шмидтс. Фильм озвучен в студии Кипарис по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров